Всем привет! Сегодня проговорим немножко тему такую про отношения мужчин и женщин. Поговорим о свадьбе по залету, да. Скажем уже как есть, без каких-то там терминов правильных, сленгово, да. Я приступила к этой теме. Свадьба после беременности, да, или по поводу беременности, назовем это так. Женятся ли турки? У меня такие вопросы задавались. Есть истории неоднозначные у меня приходят. Я их практически стараюсь, ну, не публиковать такое, потому что это разные обсуждения. Девушки, которые в положении очень могут гормонально быть неустойчивыми, критике относиться неадекватно, да. И могут людей, девушек таких, я считаю, и таким девушкам какие-то комментарии могут нанести, скажем так, урон определенный, да, моральный ущерб, я имею в виду, быть довольно-таки тяжелыми. Но тема довольно-таки интересная. У меня и в моей практике консультирования у меня были несколько девочек таких с такими проблемами, ситуациями. Мы разбирали, пытались найти, что ты сама хочешь, да, какие твои желания. В общем, история такая, да. Женится ли турок по залету? Можно ли мужчину этим удержать, спровоцировать, скажем так, свадьбу? Или это может быть поводом для того, чтобы он женился, скажем так, моментом додавливания какого-то? Эта тема уже давно у нас в додавливании, и принудительно я назову свадьбу мужчины на себе, поднималась на канале. Вы, в принципе, мое отношение к этому знаете. Я считаю, что ни ребенком не удержать брак, ни скрипеть, ни додавить, все это невозможно. Если нет любви, человек тебя не любит искренне, все равно рано или поздно он уйдет. Ты можешь на него навесить чувство ответственности, вины в первую очередь. Да, это вина все же за то, каково тебе потом будет с этим человеком жить, спать, есть рядом, понимая, что он тебя не любит. Например, он любит ребенка. То есть, если нет ребенка, он тебя перешагнет и пойдет дальше. Или он на стороне, как правило, в таких ситуациях заводит себе кого-то для души, для любви. А с тобой эту лямку тянут, обязанности какой-то, что есть ребенок. И все равно такие браки, как правило, распадаются после определенного возраста. Когда ребенок становится, например, самостоятельным, или женщина выходит из декрета, может сама там работать и так далее. Единичные случаи, когда эти браки всю жизнь люди вместе живут. Но, скорее всего, это больше страхи обоих партнеров, нежелание расставаться тупо, потому что вместе удобней, как-то выгоднее. И все равно это не в ребенке, дело как ни крути, эту ситуацию, на ребенке все это не сходится. Что по поводу менталитета турок? Потому что все же знают, а и позор, там типа секс до брака, презирается и так далее. Знают, что верующие делают никях и мам. То есть, скажем так, помолвку на небесах. Я бы это так перевела на русский язык. То есть, религиозный брак неофициальный, со штампом в государстве. Он никакой юридический этот брак силы не имеет. Но перед Богом, в глазах родственников, если они верующие, например, религиозный брак, то мы можем вместе спать до брака или оставаться в одном помещении ночевать и так далее. Это от уровня верования вступающих в этот брак зависит. Но в советском обществе и в государстве никакой силы, естественно, юридической это не имеет. Я там все уже раньше рассказывал. Как же турки к этому относятся? Вообще, конечно, беременность до брака это а и позор, естественно. В маленьких каких-то поселениях, деревнях это будет скрываться. Либо это будет аборт, либо это будет скоротечная свадьба. Любят, не любят, если родители об этом узнали. Это будет давление родителей, родственников. То есть это будет знать маленький круг общения людей. То есть папа, мама там не более... Даже самые, скажем так, близкие родственники об этом не будут знать. И если они об этом поймут, узнают, например, после свадьбы, допустим, что была беременность, ну, логически посчитаю, да, что свадьба прошла, она родила через 6 месяцев, да, то никогда об этом не скажут. Если люди приличны культурно, это может за спиной как-то где-то обсуждаться, но в лицо никто там предъявлять что-то, выяснять, задавать вопросы некультурные не станут. Это вообще табуированная просто тема. Что касается, если турок и иностранка, вот здесь уже такой интересный вопрос. Это тоже очень важный аспект родителей, влияние родителей на этого молодого человека. Если он вас любит, и там, не знаю, как иностранка, я говорила, у вас есть там право какого-то сожительства, там, до полугода, года, понимая друг друга, делая документы, готовя к свадьбе, все такое, и бывает вот в период девушка там забеременела, да. Если у вас все нормально в отношениях, вас любят, на вас, конечно же, женятся. Это не надо додавливать, беременность будет поводом для брака и так далее. То есть, скажем так, в этом случае беременность это приятная, сопутствующая, не решающий какой-то фактор. Я таких очень немало, кстати, знаю, у моих знакомых здесь есть девчонок, кто переезжал, у кого получилось, там, беременность, начали не вместе жить, готовились к свадьбе, и вот, короче, так произошло. Это все в порядке, это не какой-то решающий момент, да. Это, как я и сказала, приятное, сопутствующее что-то, это радость. Родителям, ну, не всегда говорят, после свадьбы, может, говорят, мы там беременны все-таки. И родителям, что свадьба была, как бы, нормально. А вот если проблема в отношениях, если родители против, против невестки и так далее, то именно беременность может стать фактором очень таким показательным, и это может быть сложным моментом. Почему? Потому что с ребенком это и наследство, и фамилия, и признание невестки ее прав. Да, есть родители, вы знаете, то есть не побегут обязательно такие родители давить на сына, а ипить его, да, и заставлять жениться на ней, ради хотя бы вот, чтобы родственники не знали все такое. У них есть такой вариант, у них хороших, я же не про всех говорю, да, вот людей нечестных, нехороших, грубых в чем-то, да, которые готовы, возможно, отказаться от ребенка или настоять, например, попросить об аборте, дабы ликвидировать этот момент, да, а невестку, не еще не являющуюся невесткой официально, но женой своего сына отправить, обратно найти какой-то повод или еще что-то отправить обратно на родину. То есть невестку ликвидировать каким-то образом вообще с ней не связываться, но это тот случай, когда она была не вхожа в дом, неприятна им, то есть, да, невестка им не нравилась, таким родителям. Если вы думаете, турки такие прям, скажем так, семейные, любящие, вот эта вот вся история, я вам рассказываю о таком примере, когда так, может быть, это не очень редко встречается, к сожалению, есть такой процент людей, ни за чем не постоят. Какой вариант развития может быть еще событий, это, я не буду рассказывать эту историю, скажем так, но она не одна, я знаю таких примерно три истории за все годы, что я здесь живу. В моем окружении такое встречалось, я об этом просто слышала от кого-то. Варианты развития какие могли быть? Про отбирание детей и всего прочего, да, когда девушка встречалась с парнем, или там начинали съезжаться, она беременела, а до свадьбы не доходило, то есть либо родители были против, в принципе, ее, либо с парнем в отношениях проблемы, и в итоге родители его поддерживали, да, он говорил, да, она прилипла, ко мне вообще не нужна, она тут, блин, беременна, родители, что будем делать? Я знаю таких вот несколько примеров, когда родители, ну, в принципе, да, до свадьбы так и не дошла, вот я к чему. Она ходила беременность, она была такой ждун, кормили завтраками, либо конкретно говорили, я жениться не буду, а она за свое, а я буду рожать, то есть надеялась все равно влезть как-то в эту семью, когда ее, по сути, с ребенком уже беременную отвергали. В общем, знаю несколько случаев, когда доходив, скажем так, беременность, родив, свадьбы так и не состоялось, то есть окончательно эту девушку в семью свою не приняли под разными там предлогами, и тут уже различные варианты решения событий. Я вот это видео, по сути, для девочек снимаю, которые сейчас в положении подобном находятся, я вам просто рассказываю, обрисовываю, чтобы вы знали примеры, как может быть, и вы рассчитывали сами свои риски и сами действия предпринимали. И вот если у вас так же получается, да, свадьбы как таковой нет, или кормят непонятными завтраками и так далее, обещаниями, мы смотрим всегда на факты, что происходит. Вот я уже рожать готова там, седьмой, восьмой месяц, свадьбы нет там, и обещания какие-то непонятные, вилами по воде писаны. Я бы девочкам таким, во-первых, да, с юридической точки зрения, советовала возвращаться домой, рожать у себя на родине, давать, скажем так, имя, фамилию ребенку, свидетельство о рождении, гражданство своей страны и обратно в Турцию не возвращаться, потому что, пересекая границу и устанавливая отцовство, отец может ребенка вашего забрать уже из Турции, как 50%, скажем так, на маме, на папе за ребенка, он уже может по закону его вам у себя удерживать, как опекун, как родитель на 50%. Пока ребенок в вашей стране не находится, он полностью защищен от вашего несостоявшегося, скажем так, мужа, что до свадьбы-то у вас не дошло, отцовство его не установлено, или вы его не вписываете в свидетельство о рождении, о своем ребенке, о своем ребенке прочерк ставите. То есть прав юридических, я про то, что ребенка у вас отобрать уже так не смогут. И помните о том, что Турцию, как страну, вы забыли для себя закрыть, да, если у вас разрыв отношений, то, потому что в любом, даже как туристка поедет, он сделает запрос вообще, и только ребенок пересекает границу, все, до свидания. Папа на него имеет права, устанавливает экстренно себе, например, отцовство свое, начинает за него бороться, если ребенок ему нужен. Второй вариант, если вы остаетесь, как может быть, тоже историю такую знаю, остаетесь в Турции, без брака рожаете, автоматически в природах там папа, да, свидетельство становится его родителем, так же, как и вы, по сути, мамой, да. Я знаю такую историю, когда ребенка забрали, ее заипили, бросили, она там, не знаю, гулящая проститутка и так далее, всяко-разно. В общем, недостойная мать, какие-то там фальшивые показания свидетелей и так далее, и девушку вообще могли лишить право родительского, тут материнское право. Забрали свекры себе ребенка, это была бы влиятельная, богатая семья. Она думала до последнего, что я останусь, будут хотя бы наследства. То есть, знаете, такая, ну, кто на что, за что боролся, на то и напоролся. Она думала, что, родив наследника, внука ему, она получит какое-то содержание. В принципе, ухажера своего она уже отпустила, он там с другими шуру-муру крутил, встречался, они ему сказали, там, родители невестку. Она думала, что, ну, хотя бы меня будут содержать, что я же ребенка в их семье, их наследника рожаю. А там все проще поступили. Ребенка отобрали, ее заипили, всяко-разно, выдворили из страны, решив материнского права родительского. Вот и все. И просто бедный, несчастный ребеночек у них. Мать такая плохая. Не знаю, наркоманка или проститутка и так далее. Вот мы ребенка отсудили, воспитываем себе наследника, да, пожалуйста. Воспитывают дедушку с бабушкой влиятельно. На самом деле, ребенка там особо не любят, и им занимаются няньки. Вот такой вариант развития может быть, да. Либо вас также с ребенком оставят, не нужны вы будете. Ну, в общем, в любом случае исход не супер хороший какой-то, да, предвещается. И просто если вы остаетесь рожать в такой подвязанной без брака росписти ситуации в Турции, когда папа вступает полностью, да, в права свои отцовские, то вам вернуться домой при любом расхладе, уехать отсюда уже юридически будет гораздо труднее, потому что хотя бы тупо на выезд за границу ребенка вывоз, вам нужно юридически, нотариально заверенное разрешение отца. В любом другом случае это будет кража ребенка. Вы не можете просто так уехать. У вас на границе спрашивают разрешение отца, который вписан в свидетельство о рождении. Так что я вам такое подразумеваю. В Турции беременность не является показанием к свадьбе. Бегут, женятся, экстренно скрывая беременность, когда, в принципе, невестка была к дому вхожая и, в принципе, не против нее. Если же невестка не вхожая в дом, не нравится она родителям, это неважно, иностранка или турчанка, они стараются каким-то образом, например, от нее избавиться. Но если это местная девушка, турчанка, скорее всего, родители, скрепя сердцем, заставят его жениться, потому что не за ней стоят родственники, за ней АИП и все прочее общественное доброе. То есть она может больше хая поднять, больше их семейству навредить. И если это иностранка, от нее проще отделаться, у нее за ней никого не стоит. И, в принципе, ее никто здесь не знает, никакого влияния в обществе веса она не имеет. Я не знаю, соседи и так далее и тому подобное. Она здесь неизвестный, скажем так, человек, от нее меньше вреда, поэтому проще от нее будет избавиться. Вообще, ребенок — это подарок, да, с какой-то точки зрения. Кто-то не может их иметь детей, и они вообще этого очень сильно хотят. А вы, не знаю, случайно забеременеете, или это с какой-то степени подарок данный вам. Потому что, знаете, всегда помните о том, что многие об этом только мечтают, но не может. Такой же подарок заиметь, скажем, да, получить. Вот, поэтому, если девочки забеременели и без брака, сейчас здесь в Турции находятся, то я вам советую ставить, конечно же, ультиматум, конкретные даты бракосочетания. Если человек на это не идет, уезжать к себе домой. Здесь ловить просто с ним больше нечего. Это главное предательство будет, потому что дело не в штампе, а в принятии ответственности за ваше будущее и за ребенка. И даже если он, знаете, возьмет с вами распишется, потому что от этого вас любить не станет, ну это какой-то дает шанс. Посмотрите, потом может разведетесь. Но сразу предупреждаю, что с ребенком разводиться будет гораздо тяжелее. Это дележка. Поэтому, если, девочки, вы не уверены в будущем, в отношениях в этом мужчине, вы видите, что нет тут любви огромной. И, честно скажу, для вашей безопасности, для вашего морального состояния, проще уехать обратно к себе на родину, к своим родителям, а не оставаться здесь просто с юридической точки зрения. Вам так проще будет, легче сделать. Потом будет меньше проблем. Кто в курсе местных историй, законов, кто здесь давно живет, пишите, оставляйте комментарии, советы под этим видео. Девушкам, думаю, многим это поможет. Вот, мое видео было таки. Если считаете, что оно полезное, ставьте лайки, пожалуйста, под видео. И делитесь им, подписывайтесь вообще на канал. Мне будет очень приятно. Я под видео в инфобоксе всегда оставляю свою почту. Вы можете писать свои анонимные истории, либо записываться на психологические консультации. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok